Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Она стала победительницей Международной Олимпиады по русскому языку Среди старшеклассников стран Содружества Балтии, Грузии, Южной Осетии и Абхазии За помощью восцеления от различных болезней Православные верующие обращаются к святителю Луке Поклониться его святым мощам Наши горожане могли с 6 по 12 июля В Северном икрорайоне В строящемся храме Георгия Победоносца 8 июля день семьи, любви и верности День памяти Петра и Февронии Которые считаются покровителями супружества Этот день для своего бракосочетания Выбрали Татьяна Проженник И Александр Шелкало А теперь об этих и других темах подробнее В Барановичском районе Началась жатва Традиционный праздник зажинок Торжественно провели на поле Сельскохозяйственного участка Комбината хлебопродуктов Недалеко от деревни Серебрище Праздник собрал на поле руководство района Сельскохозяйственных предприятий Комбайнеров Веселыми песнями и добрыми словами Прямо в поле возле деревни Серебрище Встречали гостей Благодаря успешной прошлогодней жатве Делегация Барановичского района На республиканских дожинках в Жлобине Была одной из самых представительных 23 человека По итогам республиканских соревнований Агрария в Барановичский район В прошлом году занял первое место В Валовом сборе зерна В этом году также предстоит поработать Легкого хлеба не бывает За рекордными намолотами Стоит повседневная напряженная работа Тысяч людей Она и позволяет собрать весомый намолот зерновых В этом году планируется собрать Не менее 165 тысяч тонн Самый ответственный момент Самый интересный Самый радостный Потому что Вот как раз видно плоды Того труда Тысячи людей Которые участвовали От закладки этого урожая До сегодняшнего созревшего Готовность Мы сегодня будем об этом говорить Технически мы готовы сегодня И комбайновый парк готовый Мы в прошлом году дополнительно 20 комбайнов нам область Еще дала дополнительно Что нам позволило уже в прошлом году Убирать без всякой помощи Мы практически убрали На уровне области По времени Хотя позже начали Но потом же сроки там подходили И мы ускоряли И сегодня мы планируем Самый беспомощный Нам где-то 38 тысяч гектар Весь зерновой клин убрать 4100 гектаров Засеяно в барана и чехлебопродукт Зерновыми и зернобобовыми К нынешней уборочной компании Подготовлены 12 комбайнов Есть запчасти, топливо А главное опытные механизаторы Люди готовые приступить к жатве На этом поле площадью 100 гектаров Уже созрел озимый ячмень Влажность составляет 16% Значит можно убирать Урожайность этого поля 32,6 центнера с круга А зима ячмень это рискованная Особенно для барановской зоны Скажем Потому что здесь холоднее Чем южнее туда к Бресту Хотя эту культуру Начали культивировать Когда-то она нам пришла с Молдавии Но еще в советские времена Ее начали культивировать И на Брещене В южных районах Гомельщина частично Я насколько знаю И она и по урожайности неплохая Чем она дает Вот это первые можем Еще даже рапсы не готовые А уже можем проверить комбайны Комбайновый парк Ну и фуражное зерно первое Это вот до основной уборки Еще минимум две недели А уже вот первый урожай пойдет В том числе и на карман На фураж Это очень хорошо Но самое главное проверим карман Ну рискованный Но в то же время По урожайности он не уступает Яровому ячменю Это высокобелковый Для фуражного зерна И первое И он не уступает Ничуть по урожайности В Брещенском районе Техника Севско-звязь Техника готова Полностью Для выхода Недавно была создана Рабочая группа По мониторингу Выхода комбайнов поля То результаты Меня порадовали Что хочется сказать По уборке Значит Азимы Подходят уже К уборке Вот сегодня мы Увидим Посмотрим Как Азимы Ячмень убирается Вообще в районе у нас Посеяно 565 гектара Азимы Азимы 21 700 Азимы И Пятна почти Безмальникова 15 тысяч яровых Я думаю Уборку мы проведем В срок Все для этого есть 131 комбайн И без Больших потерь По народной традиции С обрядовыми песнями Первый сноп зажинала Самая опытная жния Под жатвенные песни Комбайнеры Торжественно приступили К уборке урожая К новой уборочной Комбании в районе Готовы приступить 131 комбайн Предстоит убрать 21 700 гектаров Азимы И почти 15 тысяч яровых Зерно-така тоже у нас готовы Мы сегодня один Зерносушильный комплекс Вводим Новый в этом году С поддержкой государства Значит он построен у нас В агросервис стандарте В Великом селе Остальные готовы Тоже все зерносушильные комплексы Мы дополнительно построили Для хранения И дополнительно еще один Зернокомплекс Вводится на Барановской фабрике Это в Первомайске А потом емкости для хранения Крошин у нас серьезные Увел Это почти на 7 тысяч Хранения зерна Плюс птицефабрика Тоже Барановская Дружба То есть и для хранения зерна У нас сегодня все есть Ну если вот Ничего больше Природное не вмешается Урожай на полях Стоит неплохой Только дай бог Чтобы вот Самая главная погода Сейчас вот немного Хотя бы Чтобы нормально Убрать этот урожай Погода конечно Вносит свои коррективы В ход уборочной компании Однако люди настроены На рабочий лад Серьезно И ответственно Мам родивших 3 июля Поздравили с двойным праздником Подарки от председателя Брестского обл.сполкома Константина Сумура В Барановичском роддоме Вручил председатель Горисполкома Юрий Громаковский Эта комната Территория радости и счастья Поделилась с нашей съемочной группой Своим хорошим настроением Молодая мама Алена Труфанова Ее дочь Маргарита Появилась на свет 3 июля В 13 часов 30 минут Алена была уверена Что ее малышка родится Именно в этот день Двойные праздники Я думаю Наши люди любят Да, уважают А тут еще такое счастье Появилась Первенец Кстати, девочка И почему-то я была уверена Что я рожу Именно 3-го числа Потому что Глядя на календарь Видя вот Красный Красный Значок Треть Троечку Я почему-то вот Ну знала, что В четверг у меня Вот 3-го числа родится А тут еще и 70-летние 70-летия Очень рады и счастливы Совсем скоро С этим радостным событием Ее поздравят Родные и близкие люди Но первый подарок Который получила Новорожденная Маргарита Как и все дети Родившиеся 3 июля От председателя Облсполкома Константина Сумара Молодым мамам Вручил председатель Горисполкома Юрий Громаковский Хотя и сами дети Рожденные в главный Праздник страны Для своих родителей Тоже желанные И ожидаемые подарки Нет, не планировали Ну срок ставили Пару дней позже Не ожидала Даже не знала Что такой праздник Будут Какие-то там подарки Было очень приятно Получать поздравления И знать Что 3-го числа Так получилось Истинная белорусская Родилась Праздник будет Двойной И в то же время Долгожданная Вот Еще Долго ждали мы Этого ребеночка И именно в этот день Она у нас родилась Мы очень рады Что совпало Интересно Что в главный праздник Страны В Барановичском роддоме Появились на свет 11 маленьких белорусов Причем 4 мальчика И 7 девочек Юрий Громаковский Поздравил виновниц Торжества И пожелал здоровья Неиссякаемых жизненных сил Огромного женского счастья И семейного благополучия Бывают жизни совпадения И вот сегодня мы Конечно по поручению Губернаторов Здесь в Барановичском роддоме Для того чтобы Поздравить мам Тех деток Которые родились 3 июля В день независимости Нашей страны Это замечательное Я считаю Все-таки Совпадение И удача Поэтому хочется пожелать Этим деткам Чтобы такая удача Сопутствовала им В течение всей жизни Хочется пожелать Чтобы они Действительно росли Достойными гражданами Нашей страны Чтобы они были здоровы Чтобы у их родителей Всегда был повод Гордиться Своими детками Чтобы они В будущем Любили И не забывали Своих родителей Ну что еще Хочется сказать У нас в городе Наметилась Положительная Тенденция Она есть Устойчивая Уже за полугодие У нас рождаемость Превысила смертность Это такой вот Отрадный Хороший факт И в этом году За полугодие Родилось уже На 150 Маленьких Человечиков Больше чем в прошлом Статистика Свидетельствует Что демографическая Ситуация В нашей стране Начинает улучшаться И способствует Этому Проводимая в Беларуси Целенаправленная Социальная политика Направленная на то Чтобы женщины Смогли воплотить Своё предназначение Вырастить И воспитать Здоровых И счастливых детей С 23 по 27 июня В Москве Проходила 11-я Международная Олимпиада По русскому языку Среди школьников Государств Участников Стран Балтии Грузии Абхазии И Южной Осетии Пятеро лауреатов Получили главный приз Возможность Поступления Без экзаменов В российский вуз С обучением За счет Федерального бюджета Среди них Представительница Брестской области Барановичская Девятиклассница Юлия Емельянович Закончив Всего 9 классов Девушка Уже получила Возможность Обучения В любом Российском вузе По широкому Спектру Гуманитарных Специальностей Абсолютная Победительница Прошедшая Республиканской Олимпиады Юлия Емельянович В составе Национальной команды Представила Брестскую область На международной Олимпиаде По русскому языку Она собрала В Москве 107 старшеклассников Из 16 стран Постсоветского пространства Олимпиада Была очень интересна Потому что Это была Олимпиада Не только по русскому языку Но и по страноведению То есть Необходимо было Готовиться По российскому страноведению Это включало в себя И историю И культуру Историю культуры Спорт И огромное количество Самых разных тем К тому же Это была Международная олимпиада И можно было Познакомиться С огромным количеством Новых людей Из разных стран Услышать Новые интересные языки Поговорить О истории О их странах О народном искусстве Творчестве Было очень интересно Я очень опасалась Экзамена по страноведению Именно Но На сочинении И на лингвистическом конкурсе Было Было довольно просто То есть Русский язык И сочинение Было сдавать проще Чем на национальной олимпиаде У нас в гимназии номер два Учатся талантливые дети Но даже на фоне Этих талантливых детей Юля выделяется Своими способностями И трудолюбием И вот наверное Эти два качества Помогают ей добиваться Результата Везде и во всем Ну Эта победа конечно Ошеломляющая Трудно подобрать слова Потому что Ученица Девятого класса Является студент Уже практически Имеет сертификат Российского вуза То есть Она может быть Студенткой Москвы Города Москвы Города Петербурга И Ну я считаю Это резряда Вон выходящее Явление Для нашего города Для того Чтобы одержать победу На В любом Каком-то соревновании Прежде Всего Конечно Талант Знание И трудолюбие Ну и очень важна Психологическая подготовка Потому что Когда люди уже приходят На областную На республиканскую олимпиаду Они все победители Каких-то олимпиад Очень важно Собраться Именно собраться Психологически Настроиться На победу Потому что Ну нервы Иногда сдают Не только У простых наших детей Но и У известных Спортсменов Известных Деятелей Поэтому Такое сочетание Как Трудолюбие Талант И психологический Настрой Важны В любом Соревновании Для Юли Это далеко не первое Интеллектуальное состязание Она уже не раз Успешно демонстрировала Своё владение Великим и могучим Но такой диплом На международной олимпиаде Большая победа И стимул Для дальнейшей учёбы Это было Международное Страны СНГ Страны Балтии Ну вообще Вот я знаю Есть олимпиада Где участвуют Бывшие соцстраны И международная Вот Болгария Югославия Если её пригласят То я думаю Что она поедет Там безусловно Займёт тоже какое-то место Потому что Ребёнок талантливый Ребёнок способный У него чутьё всё-таки языка И это сказывается Она иногда Уже довольно часто Умнее своих преподавателей Потому что Вплотную занимается Русским языком Конечно Буду участвовать В олимпиаде по русскому языку Буду улучшать Развивать Свою подготовку Буду читать Гораздо шею Буду читать литературу Чтобы подготовиться К университету Я постараюсь Воспользоваться этим дипломом Скорее всего Возможно Переводчиком Лингвистом Меня очень интересуют Языки Русские Иностранные языки Конкретно решить вопрос Кем стать И где учиться Юле предстоит Ещё через два года Её яркие способности Целеустремлённость И воля к победе Наверняка Помогут девушке Сделать правильный выбор Тем более Считать себя студенткой Девятиклассница Может уже сегодня А теперь напомним О других событиях Этой недели В Барановичах Прошли торжественные Мероприятия В честь 70-летия Освобождения города От немецко-фашистских Захватчиков Руководство города Представители предприятий И общественных Организаций Вонослужащие Ветераны Войны и труда Возложились Жилые цветы К братской могиле Советских воинов И памятнику В честь Освобождения города Баранович От немецко-фашистских Окупантов В Барановичском районе Прошёл спортивный праздник Шаг к долголетию В этом мероприятии Которое уже стало традиционным Приняли участие Те, кто находится На заслуженном отдыхе И при этом Ведёт активный образ жизни В Барановичах Прошли соревнования Добровольных пожарных дружин Профессионализм участников Растёт с каждым годом Отметили организаторы Спортивного праздника Лучшей по итогам соревнований Стала команда Авиаремонтного завода Около тысячи байкеров Из Беларуси Стран ближнего И дальнего зарубежья Собрал международный Мотофестиваль Мотофест Вест 3 Который проходил В Барановичском районе В этом году Он был посвящён 70-летию Освобождения Беларуси От немецко-фашистских захватчиков Набраться сил и здоровья Летом можно Не выезжая на юга По-прежнему популярен У родителей и ребят Традиционный детский отдых В загородних лагерях Полных солнца Улыбок и веселья 9 июля Летний оздоровительный Загородний лагерь Журавушка Открытого акционерного Общества Агропромстроймаш Отметил 30-летний юбилей На праздники Побывала и наша Съёмочная группа Большую часть Своей истории Лагеря Журавушка Был пионерский Со всеми присущими Этому званию Атрибутами Сегодня нет Обязательных речёвок Их хождение строим Но есть всё тот же Пионерский задор Оздоровительный лагерь Был построен В 1984 году Заводом Синажных башен Сегодня это предприятие Агропромстроймаш Это большой юбилей Потому что предприятию 40 лет А через 10 лет Возник этот лагерь Это был лагерь Профилакторий Для оздоровления Детей нашего города А также детей Брестской области В своё время На первом этаже Здесь были Гидромассажные процедуры И различные Спортивные Оздоровительные Комплексы Работающие Как в летний Так и в зимний Период На сегодняшний момент Журавушка Открыта только В летний сезон За который Здесь ежегодно Отдыхают 500 детей Плановая Вместимость Лагеря 135 школьников В смену За 30 лет Здесь отдохнуло Более 15 тысяч Мальчишек и девчонок Из Брестской области Они приезжают И с Пинска И с Каменца И с Бреста Вот четвертая смена У нас полностью Брестская Клуб Виктория Приезжает Полностью Можно считать Спортивный лагерь Выкупили все 130 мест И мы ожидаем Каждый год На протяжении 7-8 лет Они приезжают к нам Ну я думаю Довольны они Сегодня широкий выбор Для отдыха Будь то за рубежом Или внутри страны В оздоровительных лагерях Но каждый ищет Что-то свое Для души Что потом его Привлекает сюда Еще и еще Марта Тамчук Например в Журавушке Уже третий раз Отдыхает И уверенно Приедет еще В этом лагере Мне всегда очень нравилось Здесь всегда очень весело Замечательные воспитатели Всегда очень интересные конкурсы Здесь просто Ну нельзя Чтобы не понравилось А что запомнилось Вот за 3 года Больше всего Ну Господи Ля Всегда очень Добрый Всегда Персонал замечательный Я приехал В Пинск Целая группа И Ну От школы Интерната И мне нравится В первое время В первый день Мы сыграли в футбол Выиграли Поиграли Потом Тихий час был Все это интересно Было Хорошо Мне нравится Я бы еще сюда приехал Для того Чтобы здесь было комфортно Работать педагогическому составу И отдыхать детям Несмотря на сложную экономическую ситуацию На предприятии Администрация готовится К оздоровительному сезону Уже с осени А весной Доводит все до совершенства Весной У нас была замена Первого, второго этажа Пластиковые окна поставили Не так давно Поменяли Полностью Технологическое оборудование Зало столовой Мебель столовой Поменялась Ну и естественно Старались подойти Не то что к празднику А вообще каждый год Мы готовимся К открытию лагеря Конечно Финансовое положение Тяжелое Тяжелое У нас на предприятии Особо тяжелое Помощь оказывает Брестский облсполком Центр оздоровления Ну По сути На Последние 3-4 года Ну Порядка 100-150 миллионов Выделялось На подготовку лагерей Лагеря нашего Светлое столовое Современное новое оборудование Это хорошо Но самое главное Что на кухне Работают настоящие профессионалы Сергей Иванович В прошлом работник ресторана Повар-мастер 6-го разряда Толк в еде он знает И знает также то Что для детей Особенно полезно Пока на кухне Готовят ужин Идут последние Приготовления К празднику А самые маленькие В это время В комнате Отдыха Рассматривают В живом уголке Черепах Поселившихся туда На лето А кто-то В своих комнатах Сборы Перед выходом Я как бы узнала О лагере Мне Ну Яна сообщила То что Ну она собирается Ехать сюда И Я Давно хотела В лагерь съездить Но никак Не получалось И как раз Дедушка Нашел путевку И Ну Сказал мне И я согласилась Так как знала Что Яна тоже туда ездит Как впечатления? Ну Пока все нравится И Ну иногда хочется домой Но как-то Дискотеки тут Классные И Много с кем Познакомилась А как ваши впечатления? Ну мне здесь Очень нравится Я познакомилась С мальчиками С девочками Это Просто Потрясающе Мне здесь Очень нравится Здесь Вкусно Очень кормят Здесь дискотеки Классные Песни тоже Классные Приехали бы вы Еще сюда? Да Приехала Мне здесь Очень нравится И Приехала бы Как у радушных Хозяев Гостей здесь Встречали хлебом И солью К сожалению Не все Смогли приехать По разным причинам Но праздник Детство Лето Солнце И радости Состоялся Госте вручили Привезенные подарки А мальчишки И девчонки Подарили присутствующим Возможность Вспомнить Как у них Проходило лето От себя лично И от моего коллектива Поздравить Тех людей Которые вложили душу Сердце Труд Для того Чтобы этот лагерь был И он Чтобы он был всегда Очень приятно Сознавать то Что несмотря ни на что Этот лагерь жив И он Хотел бы развиваться И дальше Какова его будет судьба Будет решаться В дальнейшем От того Как мы сумеем организовать В планах Осенний и зимний отдых Хотелось бы расширить Услуги Для того Чтобы и в зимний период Можно было тоже Отмечать и новогодние елки И каникулы А также расширить Услуги по Проведению Городских олимпиад Заводских Каких-то Фабричных олимпиад И иных мероприятий Которые могли бы Ну Также Приносить Дополнительные доходы Мы подруги лучшие Белоруссия Кто кому дороже Я спорить не берусь Мы во всем похожие Я и Беларусь Я и Беларусь Я и Беларусь На-на На-на-на-на-на-на На-на-на-на-на Как я с тобой вожу В жизни православных жителей Барановичей Произошло знаковое событие В наш город привезли ковчег С частицей мощи святителя Луки Архиепископа Крымского Богослова Хирурга-профессора К нему люди обращаются за помощью В остелении от различных болезней До субботы 12 июля Святыня была доступна для поклонения Всем желающим С самого утра К строящемуся в северном микрорайоне Храму святого великомученика Георгия Победоносца Спешат люди Целую неделю здесь будет находиться Ковчег С частицей мощей Святителя Луки Война Ясенецкого Архиепископа Крымского Слава о святом Луке Как величайшим святом нашего времени Богословие и хирурги с мировым именем Распространилось широко Нескончаемым потоком Идут люди к святителю за помощью Никого он без нее не оставляет Множество свидетельств исцелений Притом мгновенных Которые происходили у раки святого Во время жизни Профессор Война Ясенецкий Не знал поражений в операционной Святитель Лука Совмещал в себе Целителя души и тела Это был и талантливый ученый-хирург С мировым именем И архипастырь В 2000 году Архиерейский собор Русской православной церкви Прославил священноисповедника Луку В сумме новомучеников и исповедников Российских 20 века После встречи мощей Состоялась праздничная литургия Которую возглавил Архиепископ Пинский Лунецкий Стефан Почитание священности Луки Вышло за пределы Нашей русской православной церкви И очень возлюбили Верующие христиане Греческой церкви Они там его очень Почитают И вот благодарность Святитель Луке За его, так сказать, милости в Греции Православные христиане Сооружили серебряную раку Привезли в город Симферополь В Крым Мощи были переложены Вот в новую греческую раку Там живой И поселочный Нашний день Будем мы с радостью и любовью Чистым сердцем Здесь принимать Луку Не посрамим его Здесь покажем наше усердие Будем приходить Его святым мощам Здесь светите Луку Угодника Божия Чтобы он своим предстателем Мы говорим о своей земной жизни Тех людей, которые, так сказать Уже, может быть, оставлены И врачами Моли в Святитель Луке Господь все расслабить Луку даровал им Здравие душевное и телесное Они обрели радость Выстояние своей болезни Проставляли в Святого угодника Божия А мы сейчас свои сердца откроем Будем чистым сердцем Будем молиться Чтобы Божий Луку Моли наше усердие православные веры Были добрыми православными христианами И добрыми чадами Божьими Сегодня с семьей святителя Луки Совершаются сложнейшие операции Творятся чудеса и исцеляются больные Он получил от Бога дар чудотворения Бесчисленные его чудеса Невероятны с точки зрения человеческой логики Главное Обратиться к нему с верой и молитвой До 12 июня У всех наших горожан Есть возможность помолиться И приложиться к частицей мощей Святого Луки 8 июля православные верующие Отметили день семьи, любви и верности День памяти Петра и Февронии Которые считаются покровителями супружества Этот день для своего бракосочетания Выбрали жители нашего города Татьяна Проженник и Александр Шуркало Почему молодожен вы выбрали именно эту дату Мы расскажем в нашем следующем репортаже История жизни святых князей Петра и Февронии Это история верности, преданности и настоящей любви Способной на жертву ради любимого человека Именно поэтому Татьяна Проженник и Александр Шуркало Выбрали этот день в среди недели для бракосочетания Выбрали эту дату Потому что знаем о том Что покровитель брака Из семьи Петр и Феврония Которые когда-то Любили друг друга крепко-крепко И надеемся, что и мы будем любить И любим друг друга крепко-крепко И точно так же будем жить Вместе долго-долго И счастливо Вцелаться будем? Еще рано Этот день действительно должен быть единственным на всю жизнь Поэтому сегодня я уверена, что это будет первый и последний раз Наконец-то До свадьбы молодожены были знакомы 7 лет Однажды студенткой Татьяна приехала на практику в поселок Мир Барановического района Где жил и работал Александр Там они познакомились и с тех пор не расставались Они уверены, что любовь, понимание и уважение друг друга Позволит им создать крепкую семью С которой будут брать пример для взаимоотношений их дети и внуки Сегодня регистрация брака происходит в день семьи, любви и верности День Петра и Февронии, православных покровителей семьи и брака Который отмечается 8 июля Этот день призван укреплять семью и ее нравственные ценности Для каждого из нас отношения, теплота и сердечность человеческих отношений Являются главным условием счастливой жизни Мы искренне и сердечно поздравляем супружескую пару Пожелавшую зарегистрировать брак в этот святой день Которым будет всегда сопутствовать эта пара русских влюбленных, православных покровителей Желаем им также крепкой любви и преданности друг другу Святые благоверные князья Петр и Феврония Почитаются церковью как покровители христианского брака Именно им следует молиться о неисполнении в семью мира Об укреплении супружеских уз, о достижении семейного счастья Яркая торжественная церемония регистрации брака Татьяны и Александра позади Впереди совместная жизнь Для того, чтобы она была счастливой, работники отдела ЗАГС Вручили им икону святых Петра и Февронии Которые сейчас будут помогать молодоженам строить взаимоотношения в семье И оберегать ее Поздравляем! Поздравляем! Ура! Наша программа завершена Я прощаюсь с вами До следующей встречи в эфире Редактор субтитров А.Семкин